Как обычно в это время мы говорим о главном за неделю. С вами Ирина Субеева. Здравствуйте. Российские власти озаботились снижением предпринимательской активности. В правительство направлена концепция новой модели работы по улучшению условий ведения бизнеса. Об этом на неделе сообщили СМИ и напомнили данные в ЦОМ. За 9 лет падение в этой сфере составило 10%. А инициативы по улучшению бизнес-климата достигли критической массы. Видимо, это и стало поводом изменить подход к их отбору. Речь о мониторинге и систематизации новых мер, дабы исключить дублирование, правовые коллизии и избыточные требования, полагают в Минэкономразвитии. Что же касается восприятия людей экономической ситуации в стране в целом, то здесь наметились изменения. Причем в лучшую сторону. Это данные холдинга «Рамир». Об основных проблемах в экономике мы говорили в нашей студии в эту среду. Самые большие проблемы, которые это, ну сначала по графику, если продолжать говорить, это вот как раз те, кто считали, что у нас кризис, они перешли в менее жесткую категорию, что у нас некоторые проблемы. Проблемы на самом деле достаточно большие. У нас растет безработица. Безработица растет в скрытом виде. Это в виде неполной занятости, в виде задержки зарплаты, в виде каких-то сокращений зарплат такого официального роста безработицы незаметно, но тем не менее она есть. То есть сокращаются доходы населения, это очень тяжело на себе испытывают предприятия малого бизнеса, среднего бизнеса, розничной торговли. Это очень хороший индикатор. Вот если кто интересуется статистикой, можно смотреть за динамикой оборота розничных предприятий. Пока он не начнет этот показатель расти, у нас выхода из кризиса не будет. Вот, ну и очень большая проблема, если посмотреть на предыдущую историю нашей страны. У нас много было кризисных явлений. Вот я по ощущениям, по диалогам со своими коллегами вижу, сейчас очень мало желающих вкладываться в бизнес и открывать свои бизнесы. Нет вот этого духа предпринимательства. И, честно скажу, я пока не вижу, за счет чего мы будем выбираться из кризиса. А почему вот боятся? Потому что боятся потерять деньги, боятся вкладываться, не верят в то, что, допустим, удастся удержать на плаву определенную цель какую-то. Да, во-первых, непонятно, ну, любой бизнес, он работает в том случае, если устойчивый спрос. У населения доходы палуют, поэтому малому бизнесу вкладываться в новые какие-то направления тяжело. Непонятно, будут ли покупать его продукцию. Сейчас, по сути, деньги есть только у государства. И более-менее неплохо на плаву держат те, кто могут работать на рынке госзаказа. Кто могут там получать заказы, они еще чувствуют себя неплохо. Да, пробиться это достаточно тяжело. И второй момент, ну, давайте не будем забывать, у нас были довольно скандальные явления, так называемые. Ну, одно из самых ярких, хотя много было похожего. Это, так называемая, ночь длинных ковшей в Москве, когда сносили, так называемые, незаконные постройки, ларьки около метро. Да, там не только ларьки, там даже небольшие торговые центры были. Эти сносились объекты, у которых у собственников были на руках свидетельства о праве собственности. А почему сносились? Ну, было внесено изменение в гражданский кодекс. И по этим изменениям, в случае так называемой опасности для населения, в том числе для инфраструктуры, без решения суда эти объекты могут сноситься. И вот сейчас, я так думаю, многие еще и сомневаются вкладываться в бизнесы, а будет ли защитена их собственность. Поэтому, мне кажется, это была ошибка. Надо было добиваться судебном порядке признаний недействительными уже этих прав собственности, только потом сносить. Ну, вот поэтому вот эти все моменты, они очень сильно ударили именно по малому бизнесу, который думал открывать, не открывать бизнесы свои. И поэтому, сейчас, мне кажется, предпринимательский климат, в том числе из-за этого, очень сильно упал, очень сильно ухудшился. В целом, по данным исследований, россияне адаптировались к проблемам в экономике, стали меньше тревожиться из-за них, но по-прежнему жалуются на рост цен. Тем более, что не всегда рост зарплат успевает за ними, а в ряде случаев зарплату вообще не выдают. По официальным данным Росстата, на начало этого года задолженность по заработной плате в республике составила 10 миллионов 574 тысяч рублей. Как власти решают проблему и что делать, если ваш работодатель отказывается платить? Об этом мы говорили в нашей студии в эту пятницу. Каждый сигнал, любое обращение, я говорю, вот всегда, если возникла какая-то такая ситуация, надо, конечно же, попытаться решить сначала в рамках коллективных договорных отношений. То есть, объясниться с работодателем, если работодатель не принимает эту ситуацию, игнорирует, то, конечно же, здесь уже должны вступить в силу все полномочия гострутоинспекции. Следует обратиться в гострутоинспекцию, либо в прокуратуру. И если уже вопрос идет о серьезных задержках, то это, конечно же, полномочия Следственного комитета, все, что связано с уголовным судопроизводством. Ну, там, как правило, люди сколько терпят вот эта задержка зарплаты? Есть какие-то такие данные? Наверняка сначала, наверное, сами пытаются, да? Конечно, да. Но нужно сказать, что сегодня и граждане, работники достаточно юридически грамотные. Вот все, что я вам сказала, это любой работник знает последовательность своих действий, очень активно использует эти свои права, но и работодатель. То есть, юридические службы сегодня есть везде. Для крупных предприятий, для среднего бизнеса это не характерно. Задержки связаны, как правило, с какими-то сезонными работами, то есть какие-то предприятия мелкие, мелкий бизнес, где, может быть, не столь вообще отсутствует, например, юридическая служба, или она ведется параллельно, например, одним из работников, ну, какая-то юридическая часть. И все-таки все понимают, вот этот уровень ответственности, никто не хочет попадать в черный список. И, соответственно, поэтому вопрос заработной платы, они у нас на, так скажем, актуальной повестке дня. Работодатель за несвоевременную выплату заработной платы сегодня у нас законодатель ужесточил, несет уголовную ответственность. Если срок не более чем на три месяца, частично, ну, то есть вот немножко, да, небольшая такая задержка, но в пределах трех месяцев, то штрафные санкции 120 тысяч рублей, или же годовой размер оплаты труда руководителя этой организации, и даже, возможно, дисквалификация, лишение права занимать должность определенную в течение одного года, принудительные работы до двух лет, и даже уголовная ответственность до одного года. А если же речь идет о задержке заработной платы более чем вот полностью, в полном объеме два месяца, то есть двухмесячная задержка, то, конечно, здесь и штрафные санкции уже доходят, ну, до серьезных сумм кратно больше, до полумиллиона, до 500 миллионов рублей, до 500 тысяч, и, соответственно, есть еще и санкции с уголовной ответственностью, связанные до трех лет. У нас в прошлом году были такие случаи, когда уголовная ответственность – это то, что находит в компетенцию Следственного комитета 12 дел доведены до суда, и в отношении них, этого судопроизводства, ведется по уголовному делу. С участка Казань-Нижний Новгород предлагают начинать создание ВСМ в Татарстане. Предложение озвучил профильный министр на итоговой коллегии, пояснив, что между Москвой и Нижним Новгородом уже курсирует скоростной САПСАН. Федеральный министр в своем выступлении отметил значимость транспортных проектов, реализуемых на территории Татарстана. Географически Республика Татарстан, находясь в центре европейской части страны, через нее проходят важнейшие континентальные евразийские транспортные коридоры, и это предопределяет значение и основные направления развития транспортной системы Татарстана. Давайте посмотрим. Практически все основные коридоры, и север-юг, и запад-восток, и железнодорожный коридор Евразия, я чуть позже о нем скажу, все они в той или иной степени проходят через территорию Республики. То, что говорилось сегодня по развитию коридора Европы-Западной Китая, а это как раз основная автомобильная ветвь трансевразийского коридора – восток-запад, это, конечно, очень важный стимул, важный фактор для развития дорожно-транспортной составляющей комплекса Республики. Здесь не только речь идет о развитии тех проектов, которые были сказаны, Шали-Балы, нового выхода на Альметьевск, введенного недавно мостового перехода в этом коридоре, но и в том числе развития трассы М-7, строительства нового мостового перехода около хорошо запоминающегося мне места Соколовка и, соответственно, нового качества дорожной инфраструктуры для набережных Челнов с учетом южного обхода этого крупнейшего центра Республики и не только Республики. Поскольку действительно Республика Татарстан один из немногих в стране трех субъектов Российской Федерации, где президентский проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется в самом крупном масштабном варианте. В этом году по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Татарстане планируют отремонтировать 155 километров дорожного полотна. Также запланирован масштабный ремонт трассы М-7 «Волга», будет произведена реконструкция трех участков общей протяженностью более 30 километров. Всего же на ремонт дорог было затрачено в общей сложности почти 11 миллиардов рублей. Говоря о проблемах, президент Республики затронул тему масштабных сокращений в ГИБДД. С одной стороны, правительство ставит задачу к 30-му году резко снизить происшествия. С другой стороны, мы подрезаем личный состав, который работает на дорогах. О безопасности на дорогах мы говорили в нашей студии в этот понедельник. Я услышал слова нашего президента, что не хватает сотрудников ГИБДД, да? Но я бы добавил, что сотрудники – это карательный орган. Это те, кто выявляет нарушения и наказывает. Но у нас абсолютно отсутствует профилактика, это раз. И второй анализ вообще, почему у нас происходит это ДДП. Вы знаете, у нас в Челнахе мы открыли учебный центр. У нас есть специальные люди, которые проводят уже много лет, на протяжении 15 лет, анализ. И выявили такой момент, что большинство аварий – это все-таки человеческий фактор. Это низкая квалификация водителей. И то, что сейчас происходит в области подготовки кадров водителей, это, конечно, я считаю, безобразие. У нас есть автошкола, где человек отучился, получил правила дорожного движения, заезд в гораст, змейка и все на этом. Я считаю, после этого водитель – это совершенно подготовленный человек. Водитель – это профессия, и ее надо учить. Учить не только правила дорожного движения, но и умение ездить рулем, контрабарийная подготовка и прочее. У нас есть живой пример, когда на одном из наших коллег предприятия на протяжении трех лет проходит обучение водителей. Аварийность снизилась в три раза. Это официальная статистика и нарушение, соответственно. Поэтому мы с этим вопросом очень серьезно занимаемся. И вот у нас торговая промышленная палата по этому поводу проходил круглый стол. И мы выходим с инициативой, что наш этот положительный опыт надо будет все-таки внедрять. С 1 февраля в Казани увеличено количество мест на муниципальных парковках. По словам руководителя транспортного комитета из полкома столицы Затарстана Айдара Абдулхакова, зона парковочного пространства будет расширена на 16 участках городских улиц. В частности, речь прежде всего о центральных улицах Парижской коммуны, Спартаковская, Щапова, Некрасова, Пушкина, Чехова и ряд других. Городские власти планируют, что благодаря нововведению средняя скорость движения на Казанских магистралях повысится, а доступность к городским объектам увеличится. На ряде участков с просьбой создания парковочных мест, вместо действующего запрета остановки и стоянки транспортных средств или ликвидации хаотично припаркованных автомобилей, выступили представители малого и среднего бизнеса. Введение новых муниципальных парковок повысит доступность городских объектов, таких как БТИ, визовые центры, здания Федерального университета и Медицинского университета, отделения пенсионного фонда, УФМС, а также других исторических и культурных объектов. Таким образом, количество машин и мест на муниципальных парковках, расположенных вдоль уличной наружной сети, увеличится до 2153 на 74 участках. Размер платы за пользование парковкой на новых участках составит 50 рублей в час, а на участке Сибгат-Хатима – 30 рублей в час. Оплату за размещение транспортного средства на оплату муниципальной парковки необходимо произвести в течение 15 минут с момента въезда на парковочное место. Оплатить необходимое время можно тремя способами – через паркоматы при помощи СМС-сообщений и через мобильное приложение «Казанский паркинг». Неоплата размещения транспортного средства влечет за собой штраф 2500 рублей. Внедрение единого городского парковочного пространства позволило ликвидировать хаотичную парковку на центральных улицах города, обеспечить гарантированные парковочные места для автотранспорта, въезжающего в пределы платной зоны, повысить скорость движения в зонах муниципальных парковок на 7% и, как следствие, улучшить экологическую обстановку. Доходы оказания от предоставления услуг платных муниципальных парковок в 2017 году составили около 32 миллионов рублей. Штрафы за неоплаченную парковку уже принесли в бюджет примерно 60 миллионов. То, что платные парковки, безусловно, нужны, с этим мало кто спорит, но вот нареканий к их работе у общественников по-прежнему немало. Конечно, порядок какой-то в центре они навели, но до сих пор существуют так называемые, я назвал родимые пятна, которые за 4 года так и не устранены. Это невозможность оплаты наличными, невозможно. С инвалидами есть большая проблема. Потом есть проблема, очень часто на парковках паркуются машины, и номера свои закрывают. А те, кто приезжает на парковку, хотят заплатить деньги, они об этом даже не знают, потому что так как система их не регистрирует, и получается всем показывает, что есть свободные места. Человек подъезжает, хочет заплатить деньги за парковку, но не может. Еще есть одна проблема, забыл сказать, это постоплата. Потому что у нас есть судебные решения, как и в пользу водителей, так и в пользу власти. Более того, даже есть у одного судьи решение есть и в пользу водителей, и в пользу власти, это по принципу постоплате. То есть, дело в том, что кроме муниципальных у нас парковок, есть обычные частные парковки. И там принцип какой? Вот человек заехал, очень часто человек не знает, на сколько он приехал. И когда он выезжает, он оплачивает по факту, сколько он простоял. А муниципальные парковки у нас требуют, ты сначала заплати, ты, может, потом не будешь этим пользоваться. Может, ты заплатил за два часа, а воспользовался, условно говоря, полчаса, тебе потом деньги не будут возвращать. И вот система постоплаты, получается, нужно проходить только через суд, и у нас судебная практика противоречивая. На неделе стало известно о том, что Следственный комитет по Татарстану задержал бывшего вице-премьера Владимира Швецова. Он стал четвертым фигурантом уголовного дела, возбужденного в ноябре прошлого года по факту мошенничества в размере 90 миллионов рублей. До этого были задержаны дочь и сын Швецова, а также главный бухгалтер фирмы «Авангард». По версии следствия, речь идет о причастности к уводу имущества госпредприятия по коммерческому кредиту, полученному семейной компанией. Во время допроса Швецову-старшему стало плохо. Его поместили в палату одной из клиник Казани, позже освободили под обязательство о явке по состоянию здоровья. В Татмеде подвели итоги работы республиканских СМИ. Обсудили на коллегии и фронт работ на 2018 год. В частности, в конце года прекратить свое вещание аналоговое телевидение. Все каналы должны будут перейти на цифровую платформу. Что делать с татарстанцем, телевизоры которых не поддерживают этот формат, узнавала Альмира Низанова. 963 средства массовой информации работают на территории республики. 96 из них появились в Татарстане лишь в прошлом году, рассказывает глава Татмедия. Один из самых популярных источников информации для татарстанцев по-прежнему – телевизор. Уже 20 каналов вещают в республике в цифровом формате. Планируется, что от аналогового вещания Татарстан полностью откажется к концу этого года. Многих волнует, смогут ли принимать цифровой сигнал старые телевизоры. Для этого необходимо приобрести специальную приставку. Однако, если телевизор новой модели, купленной после 2008 года, он уже поддерживает цифровые стандарты и дополнительно оборудование потребует. Стоимость приставки составляет от 800 рублей. Отметили на коллегии развитие Татарстан-24. В этом году к телеканалу присоединились новые станции. Татарстан-24 вещает круглосуточно. Зрителями канала стали более полутора миллионов татарстанцев. Канал заработал, и привлекательность они повысили, но реклама пошла. Но вопросы отдельно все-таки имеются. Не организованы должные представители сети интернет. Остаются вопросы по полноценному освещению жизни городов и районов. Здесь мы поддержим канал. В этом году мы планируем рассмотреть возможность технического пересвящения. Рублем поддерживает региональные СМИ и федеральный центр, отметил гость из Москвы. В 2017 году около 8 миллионов рублей было направлено на производство 12 телепроектов социальной направленности. Среди них цикл телевизионных документальных фильмов «Жить дружно просто», правовая программа «Вопрос эксперт», телепрограмма «Культ просвет». В завершение коллегии правительственными грамотами и почетными званиями наградили журналистов и руководители СМИ. За многолетний плодотворный труд и вклад в развитие телевизионного вещания благодарность президента Республики Татарстан вручается Аганесяну Самвелу. Альмира Низамова, Андрей Ключников. Новости Татарстана. Русские, армяне и украинцы не против, чтобы их дети изучали татарский язык. В Мамадышском детском саду даже русскоязычные педагоги с малышами стараются общаться на татарском. Нам интересно и детям, потому что погружение в языковую среду всегда происходит в форме игры. Подробнее Алсу Ахмедзянова. Я, армянин, живу в Мамадыше и люблю татарский язык. Дашкаленок и Оведик Ширинян довольно бойко рассказывают стихотворения о самом себе. Родители настолько впечатлились, что подарили сыну лыжи. Впрочем, для освоения татарского дополнительная мотивация не требуется. Для детей погружение в язык происходит в игре. Главная деятельность детского возраста – это игра. И вот в связи с этим для них это никакой трудности не составляет. Они играют и при этом изучают, получается у них впитываются такие слова. Музыкальный педагог старается вести занятия и на татарском, и на русском. На подмогу всегда придут татароязычные коллеги и словарик, который всегда с собой. Конечно, мне было тяжело, но это все благодаря моим сотрудникам, вот Фаузе Кофилин, которая помогала. Каждое слово, прежде чем сказать, я, естественно, переспрашивала, как это. В этом отдельно взятом детском саду Мамадыша все родители только за изучение татарского, тем более в ненавязчивой и непринужденной обстановке. Алсох Медянова, Кристина Штейнгаур, Алексей Петров. Новости Татарстана. Это было «Главное за неделю». Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова